ОПАЧКИ! НИФИГА СЕБЕ! Погнали! Погнали, друзья! Всё! Так, ну что у нас? Чинят? Да, нормально, инженеры хорошо работают! Что, блин? Что? Ля! ОПАЧКИ! НИФИГА СЕБЕ! Он капец какой здоровый учёный, боже мой! Что они творят? Офигеть! Господа! Ребята, это то, чего мы ждали! Вот серьёзно! Я последней серии всё вам говорил-говорил. Когда же скибеди туалеты будут, ну, вот, сильнее? Ну, знаешь, типичное начало, да? Например, там, 61-й, 60-й серии. Ну, то, что в начале вот скибедисты, они такие вот сильные-сильные-сильные, да, ребята? А потом в конце всё равно, блин, крутые-крутые камерамены. Здесь же у нас показывают, да, наоборот. Типа, крутые сначала камерамены. Вот этого мы и ждали. То есть, переломного момента. Ё-моё, ребят, это очень круто! Ля, начало вообще замечательное. То есть, скибедисты... Господи, для чего они только нужны, ребят? Только в баскетбол играть. Погляди, что творят. Типа, ну вот, что ты сделал, дружище? А чего? И тут, блин, просто жесть! Посмотри на это! Блин, это просто... Ты понимаешь, да, фак? Всё круче и круче и круче и круче и круче делает серию! Ну, боже мой! Блин! И мы все ждали действительно этого переломного момента. Ля, ну тут Растишек 5 точно бахнул, я смотрю. Ну, сто процентов! Вы поглядите, вы поглядите, какой монстр! Он уже больше Джимена, учёный! Так, вот видишь, он наушники быстренько одевает. Другим поплохело. Они чисто вырубаются от этого ультразвука. Прям глушит, глушит. Этот главный Джимен, видишь, тоже, тоже в очках, говорю. В наушниках. Специально, чтобы других не задело. Это специально вот у них наушники. Капец, он как паук какой-то. Боже ты мой! И вот это вот чудище, ребята! Ёкарны бабай! Офигеть! Ёшкин и Голкин! У них появились тела, ребята, туловище. Да, теперь будет определенно жёстко. Да, сто процентов, друзья. Это, это капец. В общем, вот такая вот серия. Будем, конечно, ждать разборчик. Но, как вы понимаете, это, это имба. Сейчас будет у нас первый, это, разбор 61 серии. Ребят, поглядим от Фордова. Тоже ссылка будет в описании. В общем, погнали смотреть. Ну что же, друзья, а это у нас разборчик на 61 серию от Фордова. Ссылочка, ребят, будет в описании. В общем, давайте поглядим, посмотрим. Ну, конечно, 60 серия. Вот сейчас вот вижу эти кадры. Блин, это самая прям имбовая серия, потому что с учёным. Потому что вот эти вот астроскибедисты тоже взбунтовались. Это, конечно, погнали. Ссылка на 61 серия, скибеди тойлад. В ней нам впервые показали спикер вумен и отсылку на одного известного блогера. Теперь эпизоды выходят раз в пять дней. Почему это так и моё мнение об этом, я расписал в своём телеграм-канале. Ссылка в описании и закреплённом комментарии. Также советую подписаться на этот канал, если видео наберёт... Ребят, обязательно лайкосик. Также в мой залетайте телеграм, это очень важно, к Фордову. Ну, я, правда, не видел, что он писал, но мне кажется, знаешь, тут такое... Такое что работает в плане... Сейчас надо всё лучше и лучше и лучше делать серии, чтобы всё-таки, да фак, ну, ты понимаешь, сейчас он сделает там на 30 секунд, и мы так поглядим, уже не то что-то, да. Там ещё одна серия на 30 секунд, ещё на 30 секунд. Понять дело, что он делал вот эти вот... Да нет, он даже минутные, я помню, делал тоже по... Сколько? Ну, три дня, четыре дня, а тут как бы вот так вот всё происходит. Поэтому, мне кажется, требуется больше времени. Ну, плюс отдых, ты сам понимаешь. Вот сколько делает и делает и делает. Мне кажется, он заслужил. Так что раз в пять дней — это замечательно. Погнали. Вот 20 тысяч лайков, то сразу же я поступаю к созданию... Время чего разбора после выхода новой серии. Эпизод начинается с того, что раненый камерамен убегает от скибедиста с пилами. Кстати, у этого скибедиста есть колёса. Это впервые, когда нам показывают подобное. И на самом деле, это открывает новые возможности для скибедистов. Теперь они могут быстро и эффективно перемещаться по городу. Его парализуют своими пушками камерамены. И он, теряя управление, влетает в грузовик. Тут появляется персонаж до фака. Не вижу смысла что-то о нём говорить. Его мотивы до сих пор неизвестны. Но, как мы видим, он снова стал следить за обычными агентами, а не титанами. Они идут далее, но из-за угла появляется очень необычный скибедист. Он – очевидная отсылка на стримера, который любит делать реакции под ником Moist Critical, известного также как Пингвинза. Дело в том, что около месяца назад Moist Critical записал видео про скибеди Тойлет. И, видимо, до фак решил сделать на это пасхалку. Это тоже впервые, когда до фак как-либо отсылается на реального человека, используя скибедиста. Ещё в описании до фак показал, что это отсылка на него. У данного скибедиста есть способность, а именно два больших прожектора, с помощью которых он на время ослепляет камераменов и по очереди уничтожает их из своих ракет. Он уже пытается добить нашего оператора, как тут появляется Спикер Вумен. Кстати, окрас у неё, как у Спикермена Титана. Она, танцуя, без проблем выдерживает прожекторы. Как я и говорил в разборе 41 серии, что Спикер Мэны абсолютно неуязвимы перед всеми гипнозами Тиви Мэнов, в том числе от сильного света. Объясняется это банально их строением. В отличие от камераменов, у них нет чем видеть свет. И как по мне, кажется, что у них зрение устроено, как у летучих мышей, а именно эхо-локация. Они видят при помощи слабого звука вокруг. Спикер Вумен после прожекторов даже похлопала Скибедисту, и он решил выстрелить в неё с ракеты. Она с лёгкостью отбила её в него же с помощью звуковой волны. Данная способность уже была нам показана у того же Титана Тиви Мэна и Титана Радио Мэна. Далее она берёт два ножа и вставляет их в специальное отверстие на голове. И стреляет ими с помощью той же звуковой волны. Они попадают Скибедисту прямо в глаза, и мы слышим самый популярный мем, связанный с Мост Критикал. Я думаю даже те, кто не знает о нём, хоть раз слышали его. Далее Спикер Вумен с помощью звуковой волны прыгает ему прямо на спину. И это очень странно, ведь у неё есть джетпак на спине, но она его не использует. Скибедист продолжает кричать и взлетать, но она быстро его смывает. Он падает, и Спикер Вумен приземляется около нашего оператора и подаёт ему руку. Данный кадр – это отсылка на первое появление Спикер Мэна в сериале. Там тоже Спикер Мэн подал руку сбитому с ног камерамэну, и над ним была армада Спикер Мэнов. И даже в описании указано, что Спикер Мэна опять пришли всех спасать. В конце все Спикер Мэны как всегда танцуют, а оператор ставит лайк. Давайте теперь перейдём к моим теориям. Начнём с того, что нам показали не все способности Спикер Вумен. Как по мне, у неё осталась ещё как минимум одна способность, которую нам покажут в будущем. Ведь сами посудите, у той же Тиви Вумен нам показали целых три способности, и они все необычные. Могу предположить, что другая способность Спикер Вумен связана с джетпаком, если это конечно он, а не специальное устройство. Далее у меня есть теория, что та большая летающая армада может быть центром связи всех Спикер Мэнов, то есть там, где находится их штаб. Но видно, что он изменился с первых серий, и стал по окрасу как Спикер Вумен и Спикер Мэн Титан. Надеюсь, в будущих сериях нам покажут, что находится внутри него. Также хотелось бы сказать, что у Скибедистов становится всё больше способностей, которые обычно связаны с Тиви Вуменами. Была уже их телепортация с Чёрным Туманом, а теперь и способность Большого Тиви Мэна, Вспышка Света. А на этом всё. Напиши в комментарии, что думаешь о новых способностях Спикер Вумен, и какие у неё могут быть ещё способности. Также не забывай подписываться. Да, ребят, подписывайтесь обязательно. Блин, ну, ой, конечно, интересно, что дальше там будет всё вот это вот. Да, они перенимают эти способности, это круто, это круто, конечно. Но, блин, раз за разом в конце практически всегда у нас либо Спикеры, либо Тиви Мэны, либо Камера Мэны побеждают. Либо Титаны, понятное дело. То есть, ну, сейчас прям вот, я не знаю, прям серия за серией идёт прям, что скибедисты, они бедные, они очень бедные. Вот серьёзно, я прям за Камера Мэнов горой, но как-то жалко, а? Ну, как-то жалко скибедистов. Хочется вот, чтобы они вот как-то сейчас посильнее были, чтобы туда-сюда вот, ну, знаешь, типа качели какие-то вот такие вот были бы, и так ещё бы интереснее было бы. Вот, хотя, хотя, блин, ребят, не знаю, честно, что я, блин, сейчас скажу, да факт начнёт делать, и мы, наоборот, там будут ребята в комментариях говорить, да блин, чё ж скибедисты-то всё побеждают и побеждают, не знаю, не знаю. Ладно, ребят, надеюсь, вам зашло, обязательно лайкосик, ставьте, залетайте в Телеграм, бай-бай, дорогие братишки. Субтитры сделал DimaTorzok